МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о людях и событиях, достойных особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Народный кредит оказался народной бедой. Десятки тысяч жителей республики вынуждены ждать, пока временное управление банка откроет доступ к счетам. Дело городской заемно-сберегательной кассы подошло к суду, что не устраивает обманутых вкладчиков, и есть ли у них шанс вернуть деньги. Сорс в чрезвычайной ситуации. Коммунальщикам никак не удается запустить котельную. Синтетическая угроза, как в Хакасии борются со спайцем, и каковы масштабы проблемы. Мы поговорили с представителями республиканского наркоконтроля. Без нее невозможно представить Хакасский театр. 4 октября исполнилось 75 лет со дня рождения Эльзы Михайловны Коковой. Проблемы банка «Народный кредит» – самообсуждаемая новость недели. С понедельника он перестал выдавать наличные и проводить другие операции. Офисы банка вроде бы открыты, но работают лишь для того, чтобы принять заявление от вкладчиков на получение выплат. К концу недели стало известно – «Народный кредит» подвергнут санации, то есть процедуре оздоровления, для чего управление банком на время передали государственной корпорации агентство по страхованию вкладов. Понедельник оказался крайне тяжелым днем для клиентов «Народного кредита». Учреждение перестало выдавать наличные, из-за чего на его счетах зависли вклады, а также зарплаты и пособия. Именно через этот банк получают деньги работники министерств и ведомств, а также бюджетники. В какой-то степени ему доверяли, ведь еще три года назад в состав «Народного кредита» вошел правительственный банк «Хакассии». По некоторым данным, свои счета в нем имели более 70 тысяч жителей республики. «Стоят бабушки, которые наличие копили, кто-то копил на квартиру, кто-то копил на строительство дома молодежи. Ужасно. А нам зарплата тут. Кто-то не успел забрать зарплату, не знаю, теперь, когда дальше дотягивать до следующей зарплаты. Средний, конечно, ужасный. Не ожидали». «Все люди просто не могут понять, почему мне не отдают их деньги». Позже работники банка начали прием заявлений на получение выплат по 25 тысяч рублей за один раз. Очередь мгновенно растянулась до конца года. Ввиду полного отсутствия официальной информации, одни заранее смирились с тем, что у «Народного кредита» могут отозвать лицензию, другие же, напротив, не спешили впадать в панику. «Решение еще не принято. Может быть, даже решение и на оздоровление банка. Я, допустим, со своей стороны, скажу, пять лет отработал с этим банком, и у меня довольно-таки приятные впечатления. Мне будет жаль». «Начало месяца надо налоги платить, так что пока не знаем, что как будет». «То есть вы реально думаете уйти из этого банка?» «Я не знаю, если он дальше будет продолжать работать, останемся». К концу среды появилась первая официальная информация. Центробанк объявил о том, что до конца года управлять народным кредитом будет агентство по страхованию вкладов. Необходимо это для стабилизации банка, в связи с чем представители агентства сейчас проверяют деятельность учреждения. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров ООО «Банк народный кредит», связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления, приостановлены, что позволит агентству взять под оперативный контроль активы банка. Одной из задач временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации. «Когда вкладчики смогут получить свои деньги обратно, и каковы перспективы банка, ответа никто не дает. Филиалы народного кредита есть по всей стране, но именно для Хакасии его кризис грозит весьма серьезными последствиями. Клиентами банка являются десятки тысяч жителей республики, а также полторы тысячи организаций и предприятий, в том числе муниципальных. И как сохранить их благосостояние? Настоящая головная боль для властей Хакасии». В правительстве созданы четыре рабочие группы, перед ними стоят первостепенные задачи по работе с пенсионерами и другими получателями социальных выплат, предпринимателями и юридическими лицами, государственными и муниципальными предприятиями в сфере ЖКХ, связи, транспорта. Пока правительство предлагает одно, чтобы пенсионеры и другие льготники в октябре получили свои компенсации и пособия вовремя, им надо открыть новый счет в другом банке. Его номер необходимо сообщить своему управлению соцзащиты. Если же человек не хочет открывать новый счет, то деньги ему придут через Почту России». Итак, на сегодня ситуация такова. Сейчас представители агентства по страхованию вкладов проверяют положение банка. Затем они примут управление каждым филиалом. До тех пор часть операций, в том числе выдача наличных, прекращена. Это необходимо для достоверной оценки финансовой ситуации. Увы, эксперты пока не могут сказать, когда закончится проверка и получат ли люди доступ к своим счетам. А теперь о другом финансовом учреждении, вкладчики которого практически потеряли надежду на возврат своих кровных. Почти два года назад в Хакасе прогремело дело городской заемно-сберегательной кассы. Кредитный кооператив лопнул, в результате чего бесследно исчезли более 40 миллионов рублей. Это та сумма, которую жители республики отдавали к кассе в надежде заработать на процентах. Так как пострадало около 150 человек, в том числе немало пенсионеров, дело оказалось, как заявляли чиновники, под особым контролем полиции и прокуратуры. Но прошло время, а справедливость до сих пор не восторжествовала. Практически надежды нет ни на что. Потому что нам во всех органах отвечают. Денег в кооперативе нет. Владимир Иванович, что-то редкий вкладчик, кто и по сей день не отступился от защиты своих интересов. Подавляющее большинство просто махнули рукой. Мол, правда в нашей стране не добиться. Но пенсионер и еще несколько активистов не дают властям, полиции и прокуратуре забыть о деле заемно-сберегательной кассы. Кредитный потребительский кооператив работал по принципу банка. На вклады обещал проценты, да и сам давал взаймы. Но лицензии на такую деятельность у организации нет. А значит вклады, в отличие от банковских, никак не защищены. По сути, это добровольное объединение людей, решивших вместе копить деньги и зарабатывать на них. Осенью 2012 года кооператив прогорел, а 150 человек лишились более 40 миллионов рублей. На бывшего руководителя кассы завели уголовное дело по факту мошенничества. Однако со временем вкладчики разочаровались в том, как органы ведут их дело. Пожалуйста, эти комбинаторы и махинаторы, действуйте как угодно, отбирайте граждан, и вы за это никакой ответственности не понесете. Расследование по делу кредитного кооператива ведет полиция. Подробности в МВД не сообщают, но уверяют, у них есть все доказательства вины бывшего председателя кассы. В настоящий момент уголовное дело приостановлено в связи с тяжким заболеванием обвиняемой. После ее выздоровления оно будет направлено в суд. Это вопрос решенный уже? Это вопрос решенный. Также предусмотрена ответственность, вот по данной статье, санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Но даже если суд признает вину экс-председателя кассы, это не снимет вопроса, кто вернет пострадавшим вкладчикам их деньги. Вряд ли у обвиняемой есть необходимые 40 миллионов. Кооператив лопнул и не оставил никакого имущества. Приставам удалось взыскать лишь небольшую часть долга. Нашими судебными приставами-исполнителями взыскано более 4 миллионов рублей. Согласно ответов запросов и проведенной работы по данным исполнительному производству, у должника не имеется денежных средств на счетах больше, какие были, мы их списали, арестовали. У должника также не имеется имущество, на которое возможно обратить взыскание. Однако имеется дебиторская задолженность. В дальнейшем при работе по данным исполнительному производству вся дебиторская задолженность, которая будет взыскана, соответственно, она будет уже перечислена взыскателем. Дело заемно-сберегательной кассы – еще одно подтверждение тому, что прежде чем кому-то отдавать деньги, надо сто раз подумать. Реалии таковы, что у мошенников развязаны руки, и никто не несет за это ответственности. В демократическом обществе каждый сам делает свой выбор и сам же за него отвечает. Мы продолжаем следить за тем, как житель Черногорска Александр Медигалиев отстаивает свои права. Вся республика узнала о нем несколько недель назад, когда в интернете появилось видео, где к Александру применили силу двое сотрудников ГИБДД. Они выволокли водителя наружу, повалили на землю, потом один из инспекторов пнул его. Видео с регистратора силовики стерли, но черногорцу удалось его восстановить. Пнувший человека полицейский был уволен из органов. Кроме того, на него завели уголовное дело. Однако параллельно с этим Александру Медигалиеву пришло судиться с полицией, так как автоинспекторы успели предъявить водителю целый букет нарушений. От неповиновения представителям власти до вождения в нетрезвом виде. На этой неделе стало известно, Александру удалось снять с себя обвинение в пьянстве и вернуть водительские права. Но продолжение тяжбы следует. Начало отопительного сезона в Сорске превратилось в чрезвычайную ситуацию. Власти объявили ее в четверг. Коммунальщики не могут запустить котельную. Без тепла остаются детсады, школы, больницы, а также жилые дома. Мы ходим дома в вещах теплых, в кофте, в носках, конечно, в колготках. Температура в квартирах днем не выше 15 градусов. Ночью все еще печальнее. Юлия Богданова сегодня не стала отводить в детсад сына Кирилла. Ведь и там уже сутки батареи холодные. А в квартире хотя бы есть обогреватель в каждой комнате. Нам хочется просто тепла. Нам не важно, что у них там творится. Нам хочется, чтобы нам вовремя дали тепло. Чтоб мы не замерзали, и дети наши не замерзали. Чтоб мы не знали, конечно, мы не знаем, что одеть. Чтоб ребенок не замерз, и мы были тоже в комфортных условиях. Куртка, куртка, на уроках сидим. То есть писать, руки мерзнут? Да, понятно. Если, например, тепла не будет долгое время, значит, мы либо отменим занятия, а на сайте нашей школы будут домашние задания обязательно. То есть просто так образовательный процесс не остановится. Это первое. Либо мы поднимем занятия, например, сделаем их с 12 дня, когда уже будет чуть потеплее. Это во-вторых. В-третьих, мы там посмотрим старшую школу, может быть, мы будем обучать чуть позже, а маленьких мы распустим. Перебои с теплом случились на прошлых выходных. Из строя вышел колосник единственного рабочего котла. Сутки здесь работала бригада. Уже днем систему удалось снова запустить. Параллельно на котельной идет наладка других агрегатов. Температурный режим, наверное, выйдем только ночью. Сейчас на улице 12 градусов мы с вами находимся. К ночи должны котел разогнать на полную мощность. Также работы сегодня в 2 часа ночи завершены по обмуровке первого котла. Тоже он поставлен на циркуляцию. Однако, как не бились коммунальщики, нормально запустить котельную не удалось. Как только отремонтируют одно, сломается другое. Под самым мощным из котлов разрушился фундамент. Восстановление идет в авральном режиме круглые сутки. Власти города вновь обещают в ближайшее время дать тепло в дома. По оценкам специалистов, единственный выход – окончательно решить в Сорске проблему с отоплением – это построить в городе новую котельную. Впрочем, местному бюджету такой проект не по карману. Требуется 600 миллионов рублей. Сумма непосильна и для республиканской казны. Сейчас Сорску остается уповать лишь на некое чудо и авось. Вдруг они помогут вернуть в строй устаревшее оборудование. И оно выдержит в суровую сибирскую зиму. А сейчас новости из Верховного Совета. Как всегда, их расскажет Ольга Стельмах. Законодатели Хакасии распределят полномочия между районными властями и руководителями поселений совместно с самими муниципалами, чтобы обозначить четкие границы, кто и за что несет ответственность. Это позволит устранить огромный дисбаланс в распределении полномочий, в том числе и в финансовых обязательствах. Речь идет о вопросах местного значения, которые решают в районах и сельских поселениях. Подобные документы должны принять все регионы России до 2015 года. Специально для этого в парламенте создали рабочую группу. Без позиций муниципалитетов невозможно принимать даже на уровне республики конкретных решений, поскольку это затрагивает интересы и населения. Мы будем приглашать все районы, всех глав поселений, у нас их 100 муниципальных образований, все 100 представительных муниципальных образований пройдут через вот такую процедуру собеседования, выскажут свое мнение. Интерес по оценкам депутатов должны проявить и районные власти, так как если не провести сложную процедуру обсуждений, именно на них федеральный закон автоматически переводит ряд обязательств. К примеру, ответственность за поставку тепла, газа, воды и электричества в сельских поселениях или дорожную деятельность. Результаты совместной работы парламентариев и муниципалов будут обсуждаться с руководителями профильных ведомств и министерств республики. И только после этого Верховный Совет начнет подготовку соответствующего закона. Документ детально закрепит и пропишет все полномочия между органами местного самоуправления, районов и сельских поселений. Верховный Совет Хакасии участвовал в научно-практической конференции, которая проходила в Санкт-Петербурге. Она посвящена 150-летию судебной реформы в России. Среди приглашенных – депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и представители законодательной и исполнительной власти российских регионов. Республиканский парламент представляла заместитель председателя Светлана Могилина. «Реформа 1864 года – это была такая даже неэволюционная, а революционная реформа, которая вздыбила практически всю структуру, всю систему Российской империи». Участники обсудили вопросы качества российского правосудия, а также возможные варианты по оптимизации судопроизводства. В итоге ряд конкретных предложений – внести коррективы в законодательство о статусе судей, а также создать своеобразный баланс личной ответственности судей за свои действия или бездействия. Отдельный разговор зашел о мировых судьях. Сегодня они проходят согласование на должность в законодательном органе. И некоторые участники усмотрели в этом определенную зависимость от госвласти, предложив заменить эту процедуру прямыми выборами. У меня неоднозначное отношение, это могу сказать сразу. И это связано, во-первых, не столько с дороговизной проведения выборов, тем более, что эти выборы будут достаточно проходить часто, ибо это не выборы в законодательный орган, где пять лет и начинается процедура нового формирования органа. И мы можем оказаться перед дилеммой не выбора, а как раз срыва соответствующих выборов, а значит и торможение вообще рассмотрения каких-то вопросов, связанных с судебными вот этими разбирательствами. В целом законодатели и эксперты сошлись во мнении, необходимо выработать четкие методические рекомендации по совершенствованию законов о судебной системе в России. Абаканскому педагогическому колледжу исполнилось 85 лет. Свой юбилей одно из старейших учебных заведений Хакасии отметила на этой неделе. Главное достижение, чем сегодня гордится Пет-колледж, естественно, его выпускники. За год работы он выпустил более 25 тысяч специалистов, талантливых педагогов, которые работали и работают не только в нашей республике, но и в России, и даже за рубежом. Сотрудников и студентов поздравил и Верховный совет в лице его председателя Владимира Штыгашева. Спикер парламента отметил неоценимый вклад Абаканского педагогического колледжа в становлении всей системы образования Хакасии. 50-70% выпускников педучилища составляли преподавательский состав наших школ. Сначала и полно-средних, семилетние были школы. Мы действительно этим тоже гордимся, ценим высоко. И хотелось бы сегодня вам еще раз пожелать неиссякаемой энергии, достижений. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Вторую неделю внимание страны приковано к проблеме распространения спайсов. В ряде регионов погибли молодые люди. Десятки попали в больницу после употребления синтетического наркотика. Чтобы узнать, как обстоят дела в Хакасии, и есть ли у нас жертвы спайса, мы пригласили в студию помощника руководителя республиканского наркоконтроля Виктора Пронина. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Добрый день. Итак, употребление спайсов сейчас одна из самых обсуждаемых тем в стране. В других регионах, в совершенно разных концах страны, гибнут люди, десятками попадают в больницу с отравлениями. Хотелось бы знать, а что у нас в Хакасии? Какова ситуация? И нам что-то грозит? Проблема в Российской Федерации со спайсами очень сложная. И республика Хакасия не исключение в этом направлении. На сегодняшний день проблема наркомании, она молодеет. Если еще год назад потребителями наркотических средств и сбытчиков основная масса была от 30 до 40 лет, то в настоящее время этот возрастной предел снижен от 18 лет. На сегодняшний день идет в республике Хакасия замещение, так сказать, традиционных наркотических средств, производных дикорастущей конопли, марихуаны, гашишу. Идет замещение именно синтетических наркотиков. Если взять статистику изъятых наркотических средств каннабисной группы, то на сегодняшний момент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, изъятие данных наркотических средств снизилось на 50%. А синтетика, наоборот, выросла. А синтетика, наоборот, в текущем году возросла в 15 раз по сравнению с прошлым годом. В связи с этим как-то меняется стратегия борьбы с такими наркотиками? Насколько я понимаю, их же в основном завозят к нам из-за пределов республики. Ситуация с синтетическими наркотиками, она сложна еще в том, что оборот ее нелегальный и посредством, в основном, интернета. Интернета, скайпа, контактов, через киви-кошельки. То есть молодые люди ведут переписку с теми, кто реализует данные вещества путем перечисления денежных средств. Потом получают сообщение о том, где находятся данные наркотические средства, где их можно забрать. Если брать работу нашего управления в данном направлении, то за последние два года пресечена деятельность порядка шести организованных преступных групп, которые действовали по данной схеме реализации синтетических наркотических средств. И в этой цепочке были даже представители других регионов Сибирского федерального округа. То есть вы смогли перестроиться, да, все-таки действительно там другая сфера, это интернет, социальные сети, и у вас есть специалисты, которые действительно могут отследить вот этих преступников? Перестройки таковой и не было, потому что мы, наша служба всегда работала в данном направлении. Это работа с интернет-сайтами, это работа со средствами массовой информации, это работа с торговыми организациями, которые могут продавать продукцию, на которой нанесена реклама наркотических средств. Поэтому работа в данном направлении, она проводилась, проводится и будет проводиться на постоянной основе. Скажите, а возможно ли, что смеси, от которых погибли и отравились люди в других регионах, могут появиться в Хакасии? Это, конечно, не исключение. К счастью, на территории республики Хакасия у нас нету смертельных исходов в связи с употреблением спайсов, но имеется случай передозировок. И имеется случай передозировок именно от молодых людей, которых привозили в медицинское учреждение с передозировкой, и в карманах у них еще находили спайсы. Напоследок совет родителям, как им понять, что ребенок может находиться в опасности, когда им стоит насторожиться? Если говорить о моей семье, я контролирую своего ребенка, о месте его нахождения. Кроме того, мой ребенок, он занят и общественной работой в учебном заведении, и спортивными мероприятиями. Нужно знать круг его общения, с кем он общается, знать каждого из этого круга, к чему он, может быть, склонен. А по внешним, если признакам для родителей, на что обратить внимание, это в первую очередь на изменение сознания, настроения, может быть, изменение координации движения, цвета кожных покрытий, глаза. Очень много говорят о том, что могут быть зрачки либо расширенные, либо сужены. Могут на теле появляться различные пигментные пятна, проявляться желание много кушать, либо много пить. А насколько спайсы у нас доступны в республике? То есть, были ли случаи, когда в школах были распространители этих наркотиков? Данными фактами мы не обладаем, ввиду того, что информация о распространении именно в учебных заведениях не поступала. И надеемся на то, что все-таки в школах у нас не появится, но социальным педагогам, психологам надо проводить в учебных заведениях соответствующую работу, мониторить, проводить тестирование, особенно с группой риск детей, которые подвержены именно к употреблению психоактивных веществ. Ну и контроль, конечно, не только со стороны родителей, но и педагогического состава учебных заведений. Ну и, наверное, здесь речь идет не только о школьных учреждениях, но и о тех же училищах. Это особая группа, группа риска, группе риска мы приравниваем, прежде всего, это старшеклассников 9-11 классы и студентов СУЗов и ВУЗов. На нашем сайте Управления наркоконтроля по Республике Хакасия имеется информация для родителей и детей по профилактике наркомании. Там прописано, каким образом можно выявить те или иные признаки потребления наркотических веществ либо психоактивных веществ. Что ж, спасибо Вам за то, что Вы нашли время, ответили на наши вопросы. Всего доброго. До свидания. Сегодня день учителя. Инженеры человеческих душ, наставники, представители самой нужной профессии. Мы всегда очень требовательны к ним, забывая о том, как это сложно вкладывать в ребенка знания. Поздравления учителя начали принимать еще в четверг, когда в Абакане состоялось торжественное собрание лучших педагогов. На улице осенний дождь, но в этом зале царит по-летнему теплая атмосфера. На праздник собрались ведущие учителя Хакасии. Многие годы они дарят своим ученикам внимание, заботу и новые знания. Сегодня время получать подарки самим педагогам. Татьяна Федоренко в школе работает уже 17 лет. Преподает химию, биологию, краеведение. Говорит, никогда и мысли не было менять профессию. Это мое. Когда смотришь на блестящие глаза детей, понимаешь, что вместе с ними хочется добиваться каких-то высот. Татьяна и еще 9 учителей Хакасии в списке лучших педагогов года. Они удостоены премии 50 тысяч рублей. А вот Любовь Брюханова – почетные грамоты правительства республики. Женщина отдала любимой профессии, работает воспитателем в детском саду 35 лет. Как детки относятся к вам? Это ваше мнение. Это у детей надо спросить. Ну вообще с любовью, мне кажется, так. Обнимают, все рассказывают, все беды рассказывают, все свои радости рассказывают. В свое время мы всей школой ходили в детский сад. В детские сады мы там помогали воспитателям, воспитывать детей. Играли с ними. Для нас это был выбор вот такой, что идти по стопам. Пожалуй, самым торжественным моментом праздничного дня стало присвоение звания заслуженного учителя Хакасии. В списке 9 педагогов. А вот самыми волнительными минутами торжеств оказались финальные, когда на сцену приглашали трудовые династии. Общий педагогический стаж семьи Феофиловых 2 с лишним века. Чертыковых из Аскиза 106 лет. Из них 3 года вклад самого младшего представителя семейства Павла, учитель физкультуры. У меня вот сейчас, на данный момент, то, что я работаю в начальной школе, дети маленькие, ну такое ощущение, что они мои. Хотя своих детей еще нет. По мнению работников отрасли, престиж профессии растет. В этом году в учебное заведение Хакасии пришли работать почти полторы сотни молодых учителей и воспитателей. Всего же в республике трудится сегодня свыше 9 тысяч педагогов. В России более трех миллионов. Наталья Громашова, Станислав Булах, Вести Хакасия. А сейчас о человеке, который вошел в историю Хакасского театра. Накануне исполнилось 75 лет со дня рождения Эльзы Михайловны Коковой. 10 лет она была художественным руководителем национального театра. И именно ей многим обязаны сегодняшние актеры. Вот какие кадры есть в архиве ГТРК «Хакасия». Эльза Михайловна рассказывает о постановке «Буранный полустанок» по роману Чингиза Этматова. Это огромное, значительное событие в культурной жизни нашей области, коллектива нашего театра. Человек без опыта прошлого, без огромного исторического опыта, без памяти не может современный человек существовать, не может жить. Ибо ему надо бороться за мир. Ему нужно отстаивать все доброе и вечное, все хорошее, все высоконравственное. Она сама была борцом. Первая хакасская женщина-режиссер. Легенда в истории национального театра. Не только потому, что ставила высокую профессиональную планку для актеров. Не только потому, что совершенно по-новому глубоко раскрывала в своих спектаклях национальную культуру, психологию и менталитет. Именно благодаря Коковой-Черковой хакасский театр получил свой статус. Но прежде многое пришлось доказывать чиновникам. Творческая личность, она даже пошла в депутата Верховного Совета и не боялась открыто сказать свое мнение. Что мы сегодня не просто отражаем мнение тех народных масс, которые слушают нас, но и формируем их мнение. И свидетельство того, что мы пришли к какому-то единому соглашению. Поэтому я прошу проголосовать сейчас за конкретную декларацию о правах, обязанностях и полномочиях. Галина Михайловна, для меня осталась, наверное, женщиной, которая всегда боролась за культуру, которая отстаивала интересы культуры, которая отстаивала интересы национальной культуры. И я хочу сказать, что это, наверное, первый из наших режиссеров, которая пошла в конфликт тогда с чиновниками еще в середине 90-х годов. Ей пришлось отставить театр. И в то время она пошла в народный контроль, который возглавлял Алексей Федорович Трошкин. И вот это, наверное, боевой дух она укурепила в народном контроле. Деятели такого масштаба, как Эльза Михайловна, национальное достояние. И семья у нее была выдающаяся. Отец – драматург Михаил Коков, автор знаменитого «Акона». Муж – тренер Владимир Черков, воспитавший Ивана Ирыгина. Накануне юбилея актеры национального театра, руководства Союза театральных деятелей, а также все, кто знал режиссера, своими силами провели встречи, чтобы отдать ей дань памяти. К сожалению, других более масштабных мероприятий, достойных имени Эльзы Коковой-Черковой, не предвидится. На этом у меня все. Материалы наших корреспондентов можно также посмотреть на нашем сайте вестихакасия.рф. А я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...